Добрый день! Самый неизвестный континент планеты. Здесь самая низкая температура на Земле и самые большие запасы пресной воды. Самые сильные и продолжительные ветры. Самая низкая относительная влажность воздуха. Самая интенсивная солнечная радиация. Самая большая высота над океаном. Антарктида. Континент самый-самый. Несмотря что белый материк принято помещать где-то на задворках карты мира, он крупнее Австралии и по площади занимает более 14 миллионов квадратных километров. Почти вся она занята льдом. Лишь порядка 40 тысяч километров, то есть всего 0,3% материка, свободны от ледяных оков. Но если весь лед растает, а это самые большие запасы пресной воды на планете, площадь Антарктиды, по оценкам ученым, сократится на треть. Уровень мирового океана в этом случае повысится на рекордные 60 метров, отчего такие города, как Лос-Анджелес, Лондон или Санкт-Петербург уйдут под воду. Именно на этих клочках суши водится единственное крупнейшее сухопутное насекомое, не покидающее поверхности земли и встречающееся только в Антарктиде. Местная разновидность бескрылых комаров-звонцов. По сути это единственное насекомое шестого континента, если не считать одного из видов блох, паразитирующих на перелетных птицах. Здесь может быть почти в 4 раза холоднее, чем в морозильной камере вашего холодильника. 21 июля 1983 года на советской станции «Восток» в Антарктиде была зарегистрирована температура воздуха минус 89,2 градуса Цельсия, самая низкая за всю историю метеонаблюдений. Впрочем, среднестатистическая зима на Белом континенте не намного теплее, от минус 60 до минус 75 градусов Цельсия. По сравнению с этим, лето можно назвать почти жарким, от минус 30 до минус 50. Правда, на побережье в летнее время, то есть в декабре, январе и феврале, температура может подниматься до плюс 5 градусов. Температура – далеко не единственное испытание, которое готовит смельчакам Южный полюс. Здесь дуют самые сильные и продолжительные ветры на планете, достигающие скорости 320 км в час. В среднем может быть около 240 км в час. Это при том, что ветер дует почти круглый год, не затихая практически никогда. Нигде в мире вы не встретите столь суровых погодных условий. Недаром континент прозвали мужским. Зато здесь почти всегда солнечно. Из-за мороза воздух очень сухой. Относительная влажность его здесь самая низкая на планете, поэтому здесь самая интенсивная солнечная радиация. А еще Антарктида – самый высокий континент. Поверхность ее возвышается над мировым океаном больше, чем у других материков. От 2000 метров до 4000 метров над уровнем моря. Вот, например, в Африке в среднем 750 метров над уровнем моря. 720 – это Северная Америка. 580 – Южная Америка. 350 – Австралия. 300 – Европа. И 950 – Азия. Из-за этого Антарктиду еще называют куполом планеты или форточкой в космос. Здесь же, к слову, находится самый большой кратер, ответственность за который лежит на гигантском астероиде, посетившем Землю 250 миллионов лет назад. Ученые полагают, что именно это столкновение могло запустить механизм пермского вымирания, самого крупного за всю историю планеты. Кстати, о древности. В Антарктиде находится самое большое в мире подледное озеро, знаменитый водоем «Восток», покрытый таким слоем толстого льда, что бурить его пришлось больше 20 лет. Но все не зря. В 2012 году ученые таки добрались до воды, той самой, которая была изолирована от внешнего мира последние 15 миллионов лет или даже больше. То есть в озере могут жить ровесники проконсулов, наших самых далеких пращуров, которые дали начало будущим гориллам, орангутанам, шимпанзе, ну и, собственно, нам с вами. Это означает, что живность озера, по прогнозам специалистов, должна разительно отличаться от того, к чему мы привыкли. И два вида бактерий, обитающих здесь, и заметно отличающихся по генетике от всей остальной жизни на Земле, уже нашли. То ли еще будет. Ну, конечно, если наши правители отвлекутся на какое-то время от набивания собственных карманов и найдут деньги на изучение этого континента. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok